Всем привет! Меня зовут Юлия, я живу в Анталии. Сейчас закончилась литургия, и я иду на ярмарку и хочу показать вам больницу. Я понимаю, что сейчас праздничный день, но я тут не часто хожу, просто что вы приблизительно знали, что где и когда. Вот, Анадалу Хастанаси. Если вы видите, написано Анталия-Озель, видите, это значит приватная. Ну что это значит? Это очень дорого. Никуда не денешься. Вот там украинское консульство, флах отсюда видно, и вот видите, такой красивый парк. Еще все вообще еще будет более зеленее и будет еще краше. Вот если вы видите такие фонтаны, обязательно будет написано, что никому нельзя заходить в воду. Мне кажется, детей это никак не одуванчиков сколько, красота какая. Единственное, что я сейчас жалею, что я не оставила курточку в церкви, хотя мне сказали, Юля, будет жарко. Я думаю, нет, замерзла, знаете. Теперь думаю, куда еще кофту деть. И еще я не взяла кепку. Все. Если можно было до этого момента ходить без кепки, без проблем, то сегодня я понимаю, что я пока дойду туда, я уже буду иметь и красные щеки и нос. Буду просто красавица. Вы посмотрите, сколько одуванчиков. Целое поле. Если вы думаете, что это всюду так, то нет. Это вот я первый раз увидела, что все, поле одуванчиков. Прикольно. Что про эту больницу я могу сказать? Меня попросили спросить, сколько стоит операция. По-моему, вырезать желчный. Короче, мне назвали одну сумму. Я говорю, а что еще дополнительно будет? И мне, ну, наверное, но мы не знаем. Я говорю, ну, давайте, чтобы человек знал, на что рассчитывать. И мне накинуло еще почти столько же. Я говорю, вы что, прикалываетесь? То есть, как вы можете говорить, там, например, 50 тысяч лир, а потом еще добавлять 50? Ну, так мы говорим, примерно. Я говорю, понятно. То есть, честно вам скажу, я уже делала отдельное видео по медицине в Турции. Если кто-то еще не видел, обязательно посмотрите. Ссылку оставлю в описании для того, чтобы, ну, вот, не было какого... Как это сказать без матов? Ну, чтобы вас не обманывали. Потому что, ну, это вообще... Слушайте, я давно здесь не была, уже строят что-то. Этого не было. В Анталии очень быстро все строят. И очень быстро все продают. Шестой нотер. Ну, нотариусы здесь именно по цифрам идут. Тут не пишут имя, фамилию. Уже в середине узнаете. У меня знакомая выходила замуж, и здесь нужно было делать перевод. Такая цена. Просто космос. Просто я... Или 300 лир, или что. Я уже даже не помню. Ну, я, конечно, прибалдела, чтобы собрать документы. Выйти замуж. Там немного документов, но вот эти все переводы, нотариальные заверения — это все очень дорого. Очень. Да, в Уук. Мы, кстати, здесь обедали. Неплохо. Цена, видите, вообще адекватная. На такую цену вкусно готовят. Ну, не так, понимаете, да, можно ого-го, как вкусно. Нормально. Это Майдан. Отсюда раньше отправлялись все автобусы на Белек. Сейчас все. Его назвали Барханитин-Онат, эту остановку. А Майдан перенесли на две остановки дальше. Мне показывают стрелочками непонятно что. Я раньше шла туда, куда я сейчас иду, и я явно не шла этой дорогой. Ну, посмотрим. Вот тебе надо, да, вам надо, да, конечно, все. Ну, тут, по-моему, трехэтажный магазин. Вот этого все для дома. Лара Чарши. Берем такой же. Есть еще салы-пазары. Обычно это в Кимере. По-моему, в Манавгате есть. Ну, во многих городочках салы-пазары тоже есть все для дома. Да, я возвращаюсь назад. Это надо было на ту сторону перейти. Я думаю, ну, не могу я туда идти. Я раньше туда не шла никогда. Вот, видите, как делают сарму. Заматывают такие малюсенькие-малюсенькие листочки. Рис. Еще с зеленью добавляют. По-моему, еще, наверное, помидорчики. И вот так пошла. И чем тоньше сарма, тем, ну, как бы, профессиональная хозяйка. Видите? Тоненько-тоненько, тоненько-тоненько, как сигареты. Валагельцы. Это, понимаете, да, вот терпение какое должно быть у людей. Вы посмотрите. Я хотела смитку пить. Я голодная. У меня было немножко орешков. А сейчас дня будет. Мои любимые. Я так люблю эти деревья вообще. Я не помню, или они пахнут, но они очень красиво выглядят. Пахнут. Они пахнут. Потому что все, что красиво, оно все красиво и пахнет. Сейчас на Коне-Алты есть там такая аллея до села Фотеля. И вот там прям целая аллея. Вот эти деревья. Очень красиво. Ну, если попадем, то покажу. Все цветет. Все, что можно. Даже вот такой будячок. И тот цветет. Я не могу. Видно, что новый дом и сразу же магазин снизу. И вот это. Походу двое вместе строили. И видите, уже солнечных батарей сверху нет. Очень плохо. Вот это... Даже не знаю, как сказать. Бессовестные отношения. Ну, если... 11 месяцев в году в Анталии солнце. Ну, почему ты не поставишь эти батареи? Нет, давайте будем газ использовать. Почему? Потому что тогда можно поднимать цены. Вот у всех газовые выводы идут. Видите? Ужас. Ужас. Я считаю, что это преступление. Просто преступление. За такое надо наказывать. Вы посмотрите на эту красоту. Целое поле маков. Анталия, это, конечно, сказка. Там одни одуванчики. Тут одни маки. Вот так. Красота. Я вам, знаете, что скажу? Очень классный район. Но без карты вообще нереально. Спасибо, спасибо огромное человеку, который придумал интернет. Это сказка. Нет, ну так бы ты шла по карте нормально, да, Юля? Ну, три дня бы я так шла бы. Я попала вообще непонятно куда. Ну, то есть я же раньше туда ходила, в этот культурный центр. Посмотрите, ну, я не могу пропустить его, ни показать вам, какую красоту. Весна. Вот это я люблю. Я люблю вот эти одуванчики. Они нечасто встречаются. Самое интересное, что в Алании, где замок находится, там есть маленькая-малютенькая церковь Святой Софии. Вот, Айя Софья. И там вот в середине такие одуванчики тоже есть. Прикольно, да? Я, кстати, так близко никогда не видела. Они как-то вдалеке всегда. Кажется, что Анталия – это село. Ну, по сравнению с Астамбулом, например, да? Ну, вот какие домочки. По сравнению с том же Гонконгом. Но когда я начинаю вот так топать, и думаю, слушай, Юля, ну, не знаю ли это село. Это только кипец. Это не Конилты и не Лара. А ты топаешь и топаешь. Так что, в принципе, это не маленький город. Видите, Мушмула? Мы вчера смотрели на базаре 25 лир. Но вы не можете вот так подойти и вырвать, потому что вас могут за это посадить в тюрьму. Это не шутки. Это вы можете посмотреть, можете спросить. Или можно вырвать? Тогда да. А так нет. Походу, мы дошли в этот район. Я явно вообще с другой стороны заходила. Поэтому я упор не помню этой дороги. Вы посмотрите, проводятся состязания. Не знаю, или в других странах есть такое, но вот в Турции они обмазываются полностью всё маслом. И вот стараются положить противника. Очень тяжело, потому что невозможно взяться. Человек скользкий, очень скользкий. И тут сразу же футбол. Ну, это нормально. Да, но обычно вообще постарше. Я знаю, что такие бои делают. Это вообще детские. Ну, не все дети. Вот это стоит 15 лир. Вот такой большой букет. Представляете? Я говорю, ребята, а вы стоите, потому что все сегодня идут на кладбищу. Он говорит, да, сегодня и завтра. Обычно они здесь не стоят. Обычно они всё-таки... Ну, там есть... Вот там есть большой магазин. Я всегда пробегаю и никогда не успеваю вам показать. Вот магазин, где дешёвые шторы. И простыни там можно заказать. Ну, как ткань себе выбрать. Это находится напротив... А, не видно маркантали. Мы как раз за ней стоим. А, всё. Мезерлык. Это остановка. Кладбище называется. Поэтому тут и продают цветы. Потому что вот кладбище сразу же. Видите? Вот такие. Все идут на кладбище сегодня. Потому что завтра, пятница, уже будет начинаться праздник. Прикольно. У этих уже 20 лир, а у тех 15. Вот так. Вот ещё. Ну, они молодцы, конечно, по всей дороге. Ну, потому что если будет толпа идти... Не когда фиат? Он здесь. 15 лир. Вот видите? А что он открывает их? Странно. А, он будет мешать. Видите? Он разноцветные делает. Артисты. Да. Вот сразу кладбище люди заходят себе. Видно, так много продают, ну, стали, чтобы толпы не было. Сейчас 12-19 дня. Так, Юля, про пустую машину. И они вот начинают продавать эти букеты, люди. Начинают идти. Ну, я так... Насколько я знаю, некоторые магазины работают до часу сегодня только. Например, сейчас я заходила в шторный магазин. Он вообще уже закрыт. Ну, типа, ребята, мы, наверное, выходим сегодня. До свидания. Это мазерлык-постановка. Давай, Юля, не будем взносить эти цветы. Просто. Вы посмотрите, какая очередь в Марканталь. Это только, чтобы зайти. Это только вторые ворота. Да, не первые даже. Я только спрошу, как они работают завтра специально для вас. Сейчас вдруг кто-то соберется в торговый центр. С 15 по 23 апреля каждый день с 2 часов дня до 7 вечера бесплатно можно погулять по такому городку в Маркантале. Сегодня Марканталь работает до 11 часов. Завтра она открывается с часу или с двух. Юля, ты только что спросила. Короче, раньше двух не приходите, честно. Я забыла. Блин, я вспомнила. Сейчас у дня будет работать Марканталь, но вдруг я что-то перепутала. Лучше приходите в 2. Точно будет открыто уже. Всем привет. 20 апреля, пятница. Четверг вечер. Посмотрите, сколько людей. Завтра, я думаю, я буду идти утром и вообще никого не будет. Посмотрим. Очень много людей. Так, я купляю лампочку. Ага. Я просто за лампочкой заходила, потому что Юля вчера здесь была, понимаете, а за лампочку вообще забыла. Я в туалете, она погасла, ну и ничего не видно. Нормально. Вчера же была здесь. Купи лампу. Нет. Вот такие цветы 99 лир. Это я в Хорзенспот. Вот розы, например, тоже 99. Вот эти вообще 150. Ну, 149, короче. Эти 99. Я думала, знаете, здесь может быть как-то дешевле, но нет. Вот я на украиночку и турачи снимала сегодня цветы в Кристалле и в English Home. Можете зайти посмотреть, если кого-то интересует эта тема. Ну, вот эти на балконах я видела в отелях висят, так красиво даже смотрятся. Но я не думала, что 99 лир. Да. Ну, в Кристалле там вообще есть абсолютно новые, очень интересные варианты. Много где можно увидеть вот такие лотки с конфетами. Обычно здесь они не стоят, но начинается Байрам, и, естественно, все покупают сладости. Шоколадости 250 лир, 1 килограмм шоколадных конфет. Ну, это, конечно, дорого. И 140 лир. Эти уже подешевле, по 90. Ну, то есть вот так. Все покупают. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо за ваши лайки, подписку, комментарии. Желаю всем мира в душе, любви, благодати, мудрости и... Христос воскрес! И всех мусульман и людей, которые живут в странах, которые исповедуют эту веру, и Байрам Лар. Продолжение следует... Продолжение следует...